Дамы и господа, приветствую вас, с вами Сэр Холмс, продолжим сегодня прохождение Тамрели Ребилд, Моровинд. На повестке дня у меня квест, который только что выдала такая представительница, не знаю, местных властей эндорильских. Нужно будет отправиться во фхул, чтобы расследовать там деятельность некой организации Сювит Тонг, как она там? Сювит Тонг, наверное, это правильно называть. И у меня еще есть активированные, как оказалось, уже квест, что какие-то проблемы происходят в Гаване Роадира. Я говорил уже с этой NPC, Эвэш и Дрилор, но она мне ничего не сказала, надо попробовать еще раз. И подходит уже к повестке дня вот этот квест. Есть награда за бандитку, которая орудует на пути Вилота, как раз таки по которому я прошел. Грабит пилигримов на восток от Альмастира. И нужно ее затюкать. Вот свидетель гору Судрати живет в доме, находящемся на юго-востоке от Роадира. Вот туда мне надо сходить, пока я не отправился дальше. То есть в какое-то время я здесь пробуду. Вот, но проблема пока что в том, что я не знаю, где тут... Что-то интересно, что там такое у них. Светилище опять какое-то, похоже, с костями предков. А где здесь можно переночевать? Я не видел никаких... Собственно... Только лично в доме Индарил. Не видел никаких... Ну и... Отелей там... Трактиров и прочего. И информации мне никто о них не давал. Поэтому, наверное, будем в ночи тут ошиваться. Так, я едва ориентируюсь, но по-моему... Доки в той стороне. Может быть, набреду на какой-нибудь сэнктон. Ну, это типа святилище, да? Загляну, мало ли может тут что. А, я тут был уже. Хорошо. Немного акробатики. И я оказываюсь в гавани. А, вон там это... Женщина с проблемами. Бегают на них по крышам. Тихо-тихо, чё так набросились сразу? А, вот, смотри, чё ты говорит. Приветствую, Холмс. Хочешь вести со мной дела? Мне всё ещё нужна помощь с этой... Деликатные проблемы, если тебе интересны. А, да, я заметила, что... Некоторые вещи пропадают с кораблей в последнее время. Обычно стража с этим справляется, но я нахожу обстоятельства странными. Я бы хотел расследовать это сама, прежде чем принимать какие-то меры. Но... Долг службы... По долгу службы я слишком занята. Я бы с радостью приняла помощь и, конечно же, вознаградила её, соответственно. Соответствующа. Ну, давай попробуем. Я порасследую для тебя. Чудесно. Я заметила, что... В последнее время некоторые товары, о которых у нас есть записи, что они будут сюда доставлены, по факту отсутствуют. Это случалось больше, чем один раз. И... Более, чем с одним кораблём. Поэтому я думаю, что... У нас завёлся вор. И, должно быть, он откуда-то из Роадира. Также... Слышала, что один из моряков жаловался о потерянном предмете. Поэтому, вероятно, вор имеет доступ к кораблям. Всё это ведёт к меня к подозрению, что преступник — это один из полевых рабов, которые помогают разгружать груз. Но... Личность вора всё ещё скользает от меня. Как бы то ни было... Нет. Какие их мотивы? Раб не смог бы продать все эти вещи. А вещи сами по себе даже не представляют особой ценности. По факту... Все эти штуки окажутся совершенно рандомными. Ну, украденные вещи. Я бы хотел, чтобы ты выяснил, кто стоит за этим. Расскажи все свои наблюдения сразу мне. И никому больше. Я подозреваю, что люди могут... Боюсь, что люди могут... Устроить самосуд, наверное. Тут можно перевести. Так. Можно сразу согласиться. Можно... Почему ты защищаешь вора? Давай. Ты недопонимаешь. Я не защищаю вора. Какое-то наказание, конечно же, необходимо. Но, как я и сказала, я боюсь, что люди могут устроить самосуд. И наказать раба слишком сильно. Ну, она уже уверена, что это кто-то из рабов. Наверное, с них и стоит начать расследование. Если мы сначала расследуем это дело... Расследуя сначала это дело, я просто пытаюсь сделать наказание более подходящее. Тебе не кажется, что ситуация странная? Похоже, нет никакой цели или скрытого мотива. Если раб попросту обманут... Нет ли наша задача попытаться помочь, прежде чем выдавать его что-то такое? Сдаваться? Давай посмотрим, что я могу сделать. Спасибо. Вот список украденных вещей. Надеюсь, он тебе как-то поможет. Сверток ткани. Деревянная вилка. Три штуки. Деревянный нож одна штука. Зеленый горшок один. И синий стеклянный горшок. Да, уж действительно. Вещица-то не особой ценности. Маны не хватает. О, надо было сразу включить ночное зрение. Так, рабы, дайте-ка я бахну. Жуча мускуса. Ну, пожалуйста, оставь этого бедного органянина одного. Надо выполнять работу, а то меня побьют. Подожди, если еще раз. Пока я вижу только двух рабов. В принципе, это может быть кто-то и вот из этих ребят. Ну, это вроде моряки. Ладно, сейчас будем разбираться. Деликатная проблемка. Почему ты спрашиваешь? Я хочу помочь. Нет, я... Ты же один из нас. Так я скажу. Это Таллинн Эй. Но тебе нужно понять. Он не хочет ничего плохого. Он просто потерян. Поговори с ним. О, так все просто. А где я его искать? Может быть, он внутри? Надеюсь, ты сможешь найти способ помочь ему. Он просто не слушает меня больше. Ах, как еще раз его звать? Таллинн Эй. Эй! Каким всем нравится, что я надушился жучины мускусом, да? А, тут я взламывал. Ладно. Так, давай на нижнюю палубу. Это верхняя палуба. А, там вроде... Угу. Вот так. Вроде бы внизу в самом был. Здорово. Здорово. Я бы тебя отпустил, но надо ключ найти сначала. Деликатная проблема. Араб смотрит на тебя в момент, прежде чем кивнуть. Да. Тебе сказали правду. Я это араб, которого ты ищешь. Вор, то есть. Но, если ты хочешь послушать, я все объясню. Мне не нужны эти вещи, по правде говоря. И никогда не были нужны. Я сожалею за весь вред, который я причинил. Я никогда не желал вообще причинять кому-то вред. Но жизнь трудна сразу же и при этом проста. We are provided for. Мы предназначены для нее, что ли? Или мы снабжены для жизни? Что такое? Ограждены от вреда. Но у нас нет свободы. И каждый день все одно и то же. Я позволял себе думать. Подумать на мгновение. Что я мог бы принадлежать самому себе. Быть самому по себе. Это было опасно. Это было челленджево. И помощи никакой не было. И это было хорошо. Типа он помечтал, что ли, так? Ну, а теперь я вижу, что это было заблуждение. Ну, хорошее заблуждение. Но ни к чему не привело. Все, что я украл, все еще поблизости. Ты видел бараки, в которых мы живем? Они построены на холме. Иди на противоположную его сторону. В маленьком скоплении камней около реки спрятан мешок. Ты найдешь все там. Ну, получается, он воровал просто для того, чтобы почувствовать себя принадлежащему самому себе. Интересно. Так, надо найти теперь холм. Около реки. Не надо идти на... Ну, кратч, надо найти этот холм, где бараки стоят. Было бы неплохо, если бы эти бараки оказались. Вот там. Хотя вроде там не холм, но в любом случае отправлюсь туда. Так, а ты не мог бы, пожалуйста, подвинуться, данный мир, дорогой? Я не видел, где у них там эти... Дома их. Чего вот не было реплики? Расскажи, мол, про дома. Ну, может, по-другому кресту продвинуться, если потому нет. Здрасте. Скоро у меня совсем не останется. Там, похоже, какая-то пещера вон даже. Маны не останется, и восполнять-то ее нечем будет. Так, что тут у нас? Нав, андорам. Ну, аймрах. Дресхарак. Руантир. Метренсис, агмолекси. Ну, мне явно куда-то сюда, в любом случае. Тут рабов, точнее, их домов не наблюдается. Вообще, не видать никаких тут поселений. Ну, не знаю, может, тут привал устроить? Ну, да, вполне можно. Давай, семь часов. Даже никто не помешал мне. Ага, вон хижины. Симпатично тут, конечно, да? Вот, с другой стороны, не похоже на холм. Талси Эн Ван. А как звали? Ворус Адротил. Эраван, то есть это поселение, да, такое? Я в Эраване. В Ворнарил. 60 отношения, кстати, по умолчанию с ними. Вроде бы, очень даже неплохо для Арганианина. Было предположение, что потихоньку уменьшается отношение, чем больше рабов я освобождаю. Но вроде бы нет. Вроде бы все-таки он оборот растет, скорее. С ним даже особо нет репликты. Возможно, здесь хижины у них. Это вроде даже на дорогу похоже. Ух ты, чё. Я уже думал, ты нападать на меня будешь, кварчик. Ну, это, по сути, дикая местность все здесь. Ну, что-то пока улова-то никакого. Не тебе домов, где рабы живут. Не тебе хижин на свидетеля покушения, на пилигримов. Я тут хочу найти себе какие-нибудь ингредиенты, из которых можно выудить свойства восстановления маны. Сомневаюсь, что эти. Типичные, широко распространенные растения Морровинда обладают такими свойствами. Надо соли какие-нибудь морозные или соли пустоты. Сердце до эдра. Да чёрт возьми, где живут эти рабы? Наверное, там где-то у них, на самом деле, хижины. Ну, ладно. Чёрт с ними. Прогуляемся просто по окрестностям Роадира. На этом холме тоже ничего. Ух ты, это что такое тут? Ну, к ним не лепестки. Шайник. Такое светилище своеобразное, да? Зелёный лишайник у меня уже есть. О, может быть, это странствующий торговец? Ну-ка. Так-то ещё сюда хочу залезть, осмотреться. Сверху. Это, по сути, главный вход в Роадир здесь у нас. Вот, что, шахты, что ли? Или хижины? А! Действительно. Вот они здесь живут. То есть, надо аж на обратную сторону этого холма, смотрите. Можете я помочь? Да, торговец. Так, что у тебя? Хлебушек. Книжки. Мыло. Смотри, разного цвета мыло у неё. Как это мило. Ну-ка, купишь у меня амулет? Ох, да ты, шумницы. Ну, кроме этого амулета у меня особо нечего. А, ну ещё вот две мирские монеты, да? Остальное всем мне так или иначе нужно. Даже этот шлем, так сказать, калавианский. Да. Смотри, не хочется. На одну монетку только сторговался. Так, на обратной стороне этого холма. Окей, побежали. Немного альпинизма. О, чёрт. Ну, а так-то... Это на самом деле для меня, по крайней мере, проблема, что тут... Негде даже на ночлег остановиться в этом городе, так сказать. Эх, у скаловая занятая не очень силён. Может, на вершине этого холма что-нибудь найдётся, а то больно ушём. На вершине этого холма ничего похоже, вот на вершине того вон что-то есть. Кстати, он не так-то легко доступен, этот холм. Наверное, можно вот по этой арке пройти каменной на его вершину. Ну, а вон, кажется, я нашёл нычку. Крутой довольно спуск. Так, ладно. Не буду выпендриваться, скачусь. Вот оно всё. Какая-то листовка ещё. Ну вот, перегружен. Это всё из-за этих рулонов чёртовых. Так. Зелья. Давайте я сейчас соображу, что выкинуть. Посмотрю, смогу ли сварить зелья. Восстановление маны и беру вас через мгновение. И сообразил кое-чего. Сначала я хочу сварить... Зельюшка из... Слушайте, я уже забыл. Какие тут нужные ингредиенты? Вот из этого ночного глаза, ещё из чего-то... А вот из чёрного пыльника, собственно, можно сварить зелье света. О, это сойдёт за отсутствие. Но ничего себе, вот это зелье получилось. 145 единиц на 430 секунд. Нормальный такой ночной фонарь. Всё равно ману я использую в основном на кошачий глаз. Вот. А других вариантов, кроме как... Поставить здесь метку. Потом попробовать. Вмешательство Алимсиви. Куда меня перенесёт? Если близко к Роадиру... Нет. Так, ладно. Это мне не подходит. А я смогу вернуться-то хоть? У меня же кончились свитки возврата. У меня есть, конечно, заклинание, но вот его может уже не хватить. Ну, то есть... Может не сработать. Чёрт. О, хорошо. Так, ладно, не сработало. Кстати, метка не пропадает. Значит, других вариантов, кроме как выложить здесь щит, потом к нему вернуться, я не вижу. Опять же, можно это через возврат сделать. А, чёрт. Ты меня напугал. Мерзкий. Я всё не теряю надежды, что однажды я найду в крабе отмычку. Как это бывало в Обливионе. Или золото, да? Или вилку деревянную, ту же самую. Да, Раб тут неплохую нычку нашёл. Место для нычки, точнее. Это у нас Орнады. В обильных количествах пасущиеся на берегах тира. На его различных притоках. Пасущиеся, наверное, не совсем корректно про этих. Это смесь краба и муравья, знаете. Чего-то летающего муравья причём. Надо будет лишние ингредиенты потом куда-нибудь скушать или выкинуть. Но так-то вообще беда. Нету ингредиентов, чтобы ману восстанавливать. Я уменьшил немного дальность прорисовки, но в руадире всё равно садится фпс. Ощутимо так. Старжевая башня. Может быть, с неё откроется хороший вид. И полез в подвал сразу. Тебя ранили? Да вроде не особо я ранил. Чек-лист заключённых. Восточной на стражевой башне. Марлин. Редкард. Преступление. Хулиганство на улицах. Нападение. Воспространение ареста. Будет освобождён через 10 дней с предупреждением. Хулиганы. Только один заключённый. Хм. А такое ощущение, что где-то я её видел уже. Хочешь подраться? Я готова, кто бы ты ни был. Какая агрессивная. Ладно, ничего не знаю. В первый раз тебя вижу. Как оказалось. Что за оружие? Шелестное. Там так-то стильная костяная броня. Кантаты в век какие-то. Кантная рубаха. Раскидали тут. Ох ты, чёрт. Ничего я не ранен. Нормально всё. Вот мана кончилась. Это да. В общем-то, всё ещё ничего похожего на... ...гостиницу. Ты чё вас заело-то? Это что? А, это как раз пересечение ламп, которые мне... ...вы дали задачку. Твои раны отмечены, compared to what you will receive, if you continue to follow me. Твои раны отмечены, ничего по сравнению с тем, что ты получишь, если продолжишь меня беспокоить. Твои раны отмечены. Твои раны отмечены. Я тебя знаю? Спрашивай, да, ты меня забыла. Так это был Таллин. Эй. Но он действовал немного странно. Теперь как подумаешь об этом. Хорошая работа, Холмс. Я боюсь, что... Мне нужно вернуть эти вещи. Ты их обнаружил? Вот они. Хорошо. Просто передай их мне, и я их верну. Прежде чем продолжим, мне нужно, чтобы ты сделал ещё одну вещь. Мне нужно, чтобы ты передал записку Дирании. Она Альтмир Стюарт Индарила Ильви. Да, говорил с ней уже. Ты должен понять. Я что-то там... Стейлинг. Не знаю, что-то я уже там делала уже довольно длительное время. Дирание, соответственно, за столько много всего, что она наверняка осведомлена. Последний раз, когда мы встречались, она упомянула одну проблему. Поэтому мне нужно дать ей какой-то ответ как можно быстрее, чтобы убедиться, что она не решит делегировать это кому-то ещё. Просто передай эту записку. Можешь найти её там-то, там-то. Окей, а что с этим-то будет? То есть это продолжение квеста ещё. Ну и ладно, хорошо. Что там в записке-то? Ещё глянем. Блин, они весят по килограмму записки ваши. Так, я решила проблему, о которой мы раньше говорили. Все вещи были найдены. Расскажу всё больше. Приличная встреча. Загружена работой. Хорошо. У тебя что-то, что сказать мне? Деликатная проблема, говоришь? Какой проблема? Толинэ один из рабов полевых. Толинэ это вор? Хорошо. Спасибо, что дал мне знать. Я убежусь, что нужные меры будут приняты. Так, подожди. Я полагаю, что проблема решена, на самом деле. А что случится, Сталинэ? Эй, вешать тебя в это замешало, да? Действительно, самое большое зло из всех это... Misplaced kindness. Видимо, ненужная доброта. Ну, неважно. Мы ещё не решили насчёт наказания, Холмс. Таким вещам нужно время. Мы поговорим об этом завтра. Тут больше нет никаких реплик. А вообще, как-то это странно. Почему не было реплики дачи? У тебя есть что-то, что сказать мне? Просто записку. Так, вот, сейчас ещё раз. Ну, нет такой реплики. Чё-то странное это всё. Ну-ка, вернёмся тогда. Как вестодательница. Зачем ты доложил, Наталья Нэй, Холмс? Я была... Ну, короче, я походу запорол. Там, наверное, была какая-то реплика. В общем, она ругается, что я его сдал. Я же об этом не говорила, мол. Ты ничего не понимаешь. Так, ладно. Ну, я на самом деле не хотел его сдавать. Я думаю, просто тут нет других вариантов. Надо посмотреть, можно ли это обыграть как-то ещё. Ну, да, действительно, вот здесь была реплика записка Дерании. У тебя записка от Вещедрилор? Ну, наконец-то. Я не понимаю, что... Почему она так долго возилась. Просто передай записку. Посмотрю, что тут нужно сделать. Так, ладно. Ничего, сейчас опять к ней. О, тут можно быстрее всё срезать на самом деле. Ты не видел стражу на твоём пути назад? Слишком поздно, Холмс. Но вина на мне. Мне нужно было придумать получше план, чтобы регулировать такую хорошую, деликатную проблему. Так. А, типа, уже не важно, доставила ли ты. А что случилось-то? Боюсь, что кто-то поинформировал стражу. Они увели Талли Ней, прежде чем ты вернулся. Нельзя ещё заплатят, да? Так, ладно. Что мы можем сделать? Можем ли что-то мы сделать ещё? Боюсь, что ничего. Это уже вне зоны моего влияния. Я могу только надеяться, что люди будут осторожны в их суждениях. Вот, несколько свитков могут пригодиться. Может быть, у нас не получится, но ты всё ещё заслуживаешь награду за твои усилия. Если мне удастся выяснить, что случилось, я расскажу тебе с твоим следующим визитом. Угу. Так, отношения с ней. Улучшились. Квест выполнился. Пока не вижу. Да, выполнился. Так. Ну, хорошо, друзья. Давайте на этом лайки, подписки. Будем закругляться. В следующем эпизоде постараюсь найти всё-таки эту хижину, в которой живёт свидетель покушения, чтобы выполнить этот квест вот в этой зоне, который мне выдали ещё вот здесь, в Дондриле давным-давно. Вот. И выяснить, что случится с этим рабом. В итоге. Вот. Ну и потом посмотрим, что тут ещё есть в Роадире. И двинусь на север. Вот. Спасибо за ваше внимание. С вами был Сэр Холмс. Канал благородный... Ой, канал. Чё я говорю? В общем, пока-пока.